В Славинске на Кубани завершился зональный этап 35-го краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко». В этом году он проводится в рамках мероприятий, посвященных году педагога и наставника, и 85-летию Героя труда России композитора Виктора Захарченко. Подробности в следующем материале выпуска. Вот уже 35 лет на Кубани ежегодно проводится фестиваль фольклора и национальных культур «Золотое яблоко», в рамках которого проводятся выставки народного творчества и, конечно же, радуют своими выступлениями самобытные народные коллективы. Главная цель фестиваля – сохранение и развитие традиционной народной культуры народов, проживающих на территории Краснодарского края, а также духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участникам зонального этапа краевого фестиваля, который прошел в нашем городе, поприлицовал начальник управления культурой Дмитрий Режмидт. Все, кто сегодня приехал на это мероприятие, на этот конкурс, уже являются победителями. По одной простой причине. Вы все являетесь хранителями и проводниками народной культуры, традиций нашей родной многонациональной Кубани. Особо радуюсь, что в нашем зале такое большое количество детских глаз. Это здорово. Это по-настоящему вселяет оптимизм и надежду на то, что наша культура, замечательные наши традиции жили, жилы и будут жить в нас с вами, в старшем поколении, в наших детках и будут передаваться по наследству. В зональном этапе краевого фестиваля фольклора и национальных культур приняли участие 27 коллективов из 10 муниципальных образований края. Мы приехали из Абинского района. Детская музыкальная школа по поселку Ахтырского имени Магдалица Владимира Васильевича. Народный музыкальный хор «Калинка». Мы исполняем кубанскую песню «Дочка казака». Мы из Новороссийска. Наш коллектив называется «Фатини». Мы исполняли сегодня понтийский блок. Мы все греки, поэтому сохраняем традиции, собираемся вместе, как наши деды, прадеды, папы. Собираемся вместе, танцуем. Песня. 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 Участники фестиваля представили программы в двух номинациях – национальная культура народов, проживающих на территории Краснодарского края и традиционная народная культура кубанских казаков. Выступление артистов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры Кубани и России. От Славянского района участвовали пять творческих коллективов. Дипломом первой степени были награждены народный фольгерно-этнографический ансамбль казачьи напевы сельского дома культуры Анастасиевский и народный хореографический ансамбль ритмы планеты городского дома культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».